В рамках суперпроекта «Пивные путешествия» в пробке сегодня вечеринка Дублин. Дублин – замечательный город, один из центров пивоварения и пивоупотребления, между прочим. А также знаменитое пиво производства харьковской пивоварни «Рэд Кэт». Совсем недавно выигравший, кстати, престижную премию. В общем, сегодня Дублин в пробке. Пивные путешествия – это серия вечеринок, которые мы делаем. Каждую вечеринку посещаем какой-то город, который стал знаковым для пива, для пивной индустрии, скажем так, в целом. И сегодня Дублин – это тот город, в котором установлено рекордное количество пива, по продаже пива. За год миллионы, миллионы. Больше никто не продал. Ох, как красиво. Вот ты все-таки пижон. Ну, посмотри, как он это эффектно делает, а? Золотая медаль, ребята. Ой, какая красота. Это же, можно сказать, гордость харьковского крафтового пивоварения. Да? Ну, есть чуть-чуть. Скажи мне… Это стомный вообще, но поэтому… Эту медаль ты получил за это пиво же, да? Ну, мы получили. Ну, ты как представитель вашего бренда, ну, конечно. Именно вот, именно это пиво. В номинации «Портерстаут» мы заработали золотишко. Домашнее пивоварение от больших производств отличается в корне. В домашнем пивоварении действительно используются только четыре главных ингредиента. Это вода, солод, хмель и дрожжи. Не знатоку вот будет интересно, что в пиво можно добавлять абсолютно все, включая фрукты, даже овощи. Вот, например, «Хугарден», пиво «Хугарден» варится с кориандром и цедрой лимона. Это просто молодежь такая, вот эти вот все, которые, ты понимаешь, да? Они смотрят в зеркало, ну, тысячу раз в течение дня на себя в зеркало. Мы могли там за пару месяцев ни разу не посмотреть, да? Ну, это тоже крайность, я понимаю, конечно. А эти все время смотрят на себя в зеркало. То есть, ты понимаешь вообще? Что это за люди вообще, да? Нас снимают. Нас? Нас снимают. Снимают же, да? Снимают, снимают. Снимают, понимаешь, да? Ну, я не знаю. Я живу в зашоренном мире узком. Дом, работа, дом, работа. Ну, ты когда зашел, ты посмотрел на себя в зеркало здесь? Нет. Так и я нет, и я нет. Я не произвольный, я вообще даже не понял сначала. Я думал, что это вот тут то, куда они смотрят, это вообще такой вход. И там куча людей. А вдруг я вижу, что это зеркало. И они все смотрят. Что в этом пиве хорошего, если оно заслужило такую оценку профессионалов именно? Ну, во-первых, очень важный критерий, соответствия стилю. Это есть milk stout, или молочный stout, или sweet stout, сладкий stout. Пиво полностью ему соответствует по вкусовым качествам, по цвету, визуально, органолептически и все, да? Нет никакой посторонних ароматов, привкусов, то есть чистый напиток, который соответствует своему стилю.